Привет, вас за помегас! Сегодня вы узнаете, как правильно фармить марафон мертвецов. Что дают за две части сюжета тренера, как выносить спонсорские подгоны, и еще увидите пару интересных моментов, снятых специально для вас. Прошло достаточно много времени с тех пор, как вышел этот ивент. Он мне показался интересным, возможно необычным, напоминающим тарков. Ведь основной целью нашей ходки является побег. Ходки в тюрьму, блять. Но потом, как оказалось, фармить с него деньги не так просто, а подгонов с пп будет мало. И вот, наиграв уже более 35 законных уровней, я хотел бы рассказать, как правильно фармить всю эту шнягу, и как это происходит. При спавне просто лутаетесь, при возможности убивая марафонцев. Выполняете первым делом задачу, а потом у вас уже появляются деньги на тикет, который мы сможем обвинять в будущем на кейс. Если, конечно, ебать вынесем. Теперь самое главное для того, чтобы оформить вынос кейса, нам потребуется Тима. Если у вас ее нет, вы можете найти ее по ссылке в описании, моем дискорд-канале. Так вот, вам нужно правильно подобрать момент, когда на карте будет как можно меньше игроков. Если вы выполнили свои задачи раньше всех, то не спешите валить, ведь на вашу эвакуацию стянутся большинство людей, и вас просто загнобят. Поэтому ждем, пока останется 5-4 минуты, и либо бежим отбивать эвакуацию, либо захватываем свою, так как игроков осталось меньше, а следовательно и меньше шансов, что у нас бахнут с какой-нибудь снайперки. С сожалению, на время прилета вертолета это 120 секунд стоять где-нибудь рядом, но не в самой зоне, а так как у нас будет идти нереально много зомби. Как только вертушка прилетает, мы можем подождать чуток времени и залететь уже в сам вертолет, которым уже не смогут зайти ни NPC, ни зараженные, лишь обычные игроки. А в один блоков стрелять их будет легко. Если же вы играете в соло, то советую вам куда-нибудь по-тихому подобраться. Подходим к вертолету, если его кто-то захватывает. Ждем, пока на таймере будет 0 секунд, и резко забегаем на вертушку, тем самым улетаем вместе с противниками. В случае, если вертолет будет не полностью заполнен. Продолжая тему фарма, хотел бы рассказать, что вам дают за две части сюжета тренера. Вы сейчас видите награды на экране, в целом неплохо, не так вкусно, как на ивенте на день рождения Сталкрафта, но и задания в целом, они такие сложные. Жалко, конечно, что конкретной сюжетки не добавлено, как это было в прошлом моменте, но имеем то, что имеем. Еще хотелось бы сказать, что у этого тренера есть ежедневные задания, которые нам нужно брать, ибо большинство из них очень легкие, а дают за них по два кейса, что как-никак вкусно. Но в целом, я бы сказал, что ивент неплохой и реализован достаточно интересно, но как таковых наград не хватает. Теперь я бы хотел показать пару интересных клипов из самого ивента. Блин, вот был успеть отбить и просто улететь сразу. Прилетел Виртуалю, только, только прилетел. Надо отбивать ивов. Внутрь забегаем, убиваем. Убил? Убил. Главное, чтобы зомби нас не убили. По зомби ему готов скидываться? ФНК, ФНК. Брат, по мне херачат зомби. За зомби к нам не прилетит. Я знаю, но они стреляют с дробашей. Надо по ним скидываться. Сюда. Сюда. Найс. Я с двумя билетами улетел. Нокнул. Хау. Че это гонять? Я же говорю, типа нокнул. Где ты его нокнул? Он тут. В лазутке он был. Он встал, наверное. Тут нету лазутки. Еще одного нокнул. Устал уже. Устал уже соло делать. Еще нокнул. У меня тип. Дыгу. Меня взорвут. Почему-то трое. Блядь. Дождите вы в пизду, толпоёбы. Как я как бешеный? Ты видишь мой око-тимансы. Вот такой вот ролик вышел. Надеюсь, он вам понравился. Скоро уже будем подводить итоги ивента по расписанию. Пишите ваше мнение насчет ивента. Гудбай.